Покажи, что порода наша может послужить общему делу в меру сил своих и возможностей. Сутки и один час. Столько продлился первый в истории длительный космический полет. Его совершил самый молодой космонавт, второй человек в космосе и наш земляк Герман Титов. В космосе очень много интересного, очень много загадок. И чем большее количество людей, количество стран будут участвовать в освоении космоса, тем больших результатов мы добьемся, тем больше богатства и тайны природы будут служить человеку. Это письмо самого Германа Степановича, один из сохранившихся о нем документов. Весь спектакль написан по коротким обрывкам фраз, впечатлений, которые остаются о человеке в наследство целому миру. Очень многое выстраивалось именно через них, потому что сохранены очень много именно их воспоминаний. Сестры, мамы, у родителей нет прямых воспоминаний, но есть воспоминания о людях, которые их видели в тот момент, когда Титов полетел, которые находились в то время в их усадьбе в Полковниковой и так далее. Режиссер называет Титова целеустремленным мечтателем. Он отправился покорять неизведанные миры в одиночку, надеясь, что путь последователей будет проще. Космос воспринимался, мне кажется, в 20 веке, причем не только у нас, а в принципе в мире. Космос воспринимался как некая часть нового мира, который изменит все человечество. Долгое ожидание – главная тема. Для семьи те самые сутки, в которые космонавт облетал Землю, оказались почти такими же эмоциональными, как для него. Все записывали в свои блокноты, записывали. На мой вопрос, зачем это нужно, они отвечали, что их интересует, так сказать, мир хорошего человека. А газеты обязаны этим интересоваться. Я читаю газеты и прекрасно понимаю. Но все-таки недоумевал, чего это им взбило голову искать хорошего человека среди доростов, малины, даму. Не ошибка, я думал. В дом к родителям приезжали журналисты и поклонники, хотя у них самих было море вопросов без ответа. Как долго продлится полет и когда ждать возвращения родного человека, покинувшего родную планету, никто из близких не знал. Давно я топтался на этом месте, теперь вон и куда поднялся. Лишь бы сил хватило сделать хорошо. Документальный спектакль – особый жанр. Актеры исполняют роли родных и близких Титова. Для удачного воплощения образа пришлось приложить немало усилий сверх того, что требуется для игры классического художественного произведения. Пришлось пересмотреть очень много, потому что мы смотрели документальные фильмы, которые нашли в интернете. Ну, то есть, ну, какие-то письма, читали документы, выдержки из газет, статей. Потому что нужно было изучить этих людей, как они себя ведут, как они говорят, как, возможно, у них есть какая-то речевая особенность. Объявление о спектакле уже разместили в афише театра драмы. Его премьера состоялась на День космонавтики в музее имени Германа Титова на его родине, в селе Полковникове. Увидеть постановку в Барнауле можно будет уже в субботу. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов.